На каждый входящий запрос в WebSocket сессии. И вообще, в общем-то, управлять временем жизни ваших WebSocket импоинтов. В структуру WebMVC все это встраивается с помощью WebSocket request-хендлера. Таким вот образом. Да, аналогично поддерживается SockJS протокол. Эти все обе фичи доступны уже в Milestone 1 релизе Spring Framework 4. Можно поиграться и сделать демо на этом. И как бы аналогичная поддержка SockJS протокола. Единственное, что для SockJS требуется дополнительный Task Spiriler для поддержки своих собственных орбитов и всего остального. Клиентская часть выглядит примерно так. То есть, в общем-то, декларативная поддержка WebSocket клиентов, которая предоставляется на 3D Point Connection Manager. Да, в общем-то, здесь вот как задает стандарт, в общем-то, для клиентская и для обращения по SockJS. А это декларативный способ. Есть уже какая-то поддержка? Ну, вот в WebSocket, насколько я слышал, видел, есть такая проблема, например, проверка того режима сервера, например. Потому что это более касается не этого клиента, когда в качестве клиента браузера выступает, потому что подключение VC на сервах уже там может подключение закрыть, и там как одно из решений, такие как бы hard-тики. То есть, тоже делает мое демо-приложение. В общем-то… Есть такое из коробки, имеется в виду. Ну, из коробки вам как бы… Hard-bit из коробки. В общем, в моей демонстрации я такого рода hard-bit делаю самостоятельно. На сегодняшний момент. В общем-то, я думаю, у нас уже почти нет времени. В общем-то, наверное, запустить демонстрацию. Вот как выглядит, в общем-то, WebSocket. Ага. Что интересно. Так, так. Это build моей демонстрации, в общем-то, демонстрационного проекта и запуск Tomcat 8, который поддерживает сейчас спецификацию WebSocket, в котором можно запустить, в общем-то, Spring-приложение как ответная часть. Как ответная часть. Ну, в общем, клиент получает сообщение, устанавливает в WebSocket соединение, получает сообщение от сервера, в частности, с историческими данными курса акций. Вы видите, что соединений, как бы, отдельных пост-запросов не происходит. Это содержание фреймов, которые идут по WebSocket соединению. А вот если взглянуть на альтернативный вариант такого же рода похожего приложения, сделанного с помощью атмосфер и long-polling, вот как это сделал мой коллега с использованием Grails Events в библиотеке Grails Events, то, в общем-то, здесь можно увидеть постоянный, как бы, постоянный long-polling, в, как бы, который делает браузер для того, чтобы получать и обмениваться сообщением с клиентским. В общем-то, здесь можно добавить игроков на это поле. Да. Ну, вот, значит, со временем совсем туго. Я просто скажу тогда пару слов о реакторе и о реакторе. В частности, один из очень-очень высоко, многообещающих проектов, которые только-только началась, его, в общем-то, ожидается выпуск, его первый Milestone версии. Это основа для асинхронного программирования на Ява, для высокоскоростной обработки, как бы, высокоскоростного диспетчинга сообщений внутри одного приложения Ява. Ну, как бы, реактор, в общем-то, я его использовал также в своем демо, которое мне удалось сейчас показать максимально. Реактор – это такая библиотека, которая, в общем-то, библиотека для Ява-приложений, которая вводит понятие реактора, потока сообщений, реализует промис-промис-а-плюс спецификацию, и уже сейчас разрабатывается, как бы, интеграция этого проекта для Груви, для Spring, разработан высокопроизводительный TCP, TCP-клименты, серверы основанных в реакторе. И выглядит все это в коде вот примерно так. То есть вы объявляете реактор, задаете тип диспатчера сообщений, которые вы хотите использовать. И далее, в общем-то, подписываете потребителя сообщений к этому реактору с помощью, в общем-то, как вот на топик, на топик RabbitMQ или GMS-топик, в общем-то, или может выступать, все. Может выступать любой, в общем-то, любой объект в качестве, в качестве, как бы, цели подписки сообщений. И в виде, в качестве лямбда выражения, ну, до Java 8, это просто callback, вы подписываете свой обработчик, который вот этого входящих сообщений по этому как бы каналу. Отправка сообщений происходит таким вот образом, то есть отправитель сообщений таким образом оказывается полностью отсоединен от decoupled, от его получателя. И в основе всего этого лежит очень высокоскоростная библиотека, которая основана на LMAX Disruptor, на библиотеке LMAX Disruptor и позволяющая обрабатывать совершенно фантастическое количество сообщений в секунду и диспатчер их в, в общем-то, потребителя. И в зависимости, в общем-то, от выбранного диспатчера, если использовать ringwoofer LMAX и ringwoofer имплементацию, то можно строить, в общем-то, приложение в стиле актер-паттерна, когда вы не озабочены, в общем-то, синхронизацией и о том, что ваш ход вызывается конкурентом, то есть конкурентом параллельным. В общем, библиотека, реализующая принципы реактора, актора и используемая для диспатчерных сообщений и для высокоскоростного стриминга этих сообщений, то есть стриминга потока сообщений. На низком уровне будет встраиваться, будет встраиваться с большой вероятностью, уже сейчас, насколько я знаю, встраивается в части адаптера Spring Integration и переписывается с использованием реактора. И он, возможно, даже войдет в часть, в часть Spring Framework 4. Spring XD это тоже новый проект, разработка, вышедшая, Milestone 1 вышел на прошлой неделе или на позапрошлой. В общем-то, что это представляет собой такое? Это как бы надстройка, надстройка над Spring Batch, Spring Integration, Spring for Hadoop и, в общем-то, Spring Hiteos используется в качестве интерфейса для построения интерфейса по всему этой системе. Это распределенная, распределенная, как бы, run time. Это уже будут запускаемые сервера и модули, которые будут размещаться на узлах, кластеризоваться и, в общем-то, и принимать описание работы в виде удобного лаконичного DSL. В общем-то, то есть фактически можно сказать, что вы с помощью такого языка, который pipe означает канал и похожий синтаксис на bash, вы собираете определение потока, потока как сообщений и задаете это задание как бы в grid в grid из run time узлов Spring XD. То есть Spring XD, в общем-то, это работающие сервера, использующие Redis, на данный момент Redis, как event pass сообщений и кластеризации друг с другом. Вот. И, в общем-то, все это ориентировано на высокопроизводительную обработку больших входящих потоков данных, на ее скалирование мощностей, как бы, такого рода обработки и поддержки, поддержки Hadoop, в общем-то, поддержка Hadoop узлов HDFS и, в общем-то, для такого рода задач. В дальнейшем, в общем-то, уже сейчас есть некоторые метрики, встроенные в язык, позволяющие вам проводить элементарный какие-то подсчет сообщений, подсчет средних значений, проходящих сквозь этот pipeline сообщений. Выполнение каждой части какого рода pipeline распределяется системой автоматически по узлам, и тем самым, в общем-то, распараллеливается обработка всего этого. Complex event processing в будущем планируется также, скажем так, поддержку, возможно, флагобл, возможно, просто эксперт подключат ко всему этому. Ну, в общем, это как бы все с моей презентации на сегодня. Ну, в общем, здесь, как бы, пару ссылок на проекты, на презентации, которые я использовал, в общем-то, на GitHub есть все-все-все-все исходники. Моего гема тоже есть исходники на GitHub. Да, большое спасибо. И, да, пробудим.